Казань 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 Главная тема Казань-саммита этого года Это развитие индустрии халяль Как отмечаю, это направление имеет большую перспективу Сейчас в мире живут почти 2 миллиарда мусульман И это четверть населения планеты За последние 3 года товароборот России с государствами Организации исламского сотрудничества увеличился на четверть Как отмечают роль мусульманских стран в мире, будет только расти Сейчас объем активов исламской экономики уже составляет более 3 триллионов долларов Пленарное заседание Казань-саммита символично началось чтение Корана Сегодня исламский мир представляет собой уникальную цивилизационную общность Как отметил Рустам Мениханов, в Татарстане утверждена специальная дорожная карта Развитие халяльного образа жизни Это популяризация татарстанских брендов И создание финансовой IT-инфраструктуры по нормам шариата Казань-саммит выступает эффективным экономическим инструментом Группы стратегических ведений России и исламский мир Которую я возглавляю по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Предстоящие годы важно продолжить системную работу в сфере дальнейшей корректировки законодательств По регулированию исламских финансовых инструментов Адаптации финансовых организаций к новым вызовам и условиям Изучение и использование положительного опыта других стран и регионов в области исламской экономики Поддержки мусульманских стандартов Привлечения инвестиций из мусульманских стран в российские регионы Как отмечают гости саммитов, Атарстане бережно сохраняют национальные ценности и традиции Усилия по налаживанию связи с исламским миром хорошо заметны и дают свои результаты В 2018 году Россия и Объединенные Арабские Эмираты заключали соглашение о комплексном сотрудничестве И за это время товарооборот составил 4 миллиарда долларов К предыдущему году рост составил 85% Это хороший показатель, который показывает, насколько у нас развиваются отношения Хотелось бы особо отметить вклад президента Рустама Миниханова в связывании отношений между нашей страной и Россией Татарстану принадлежит особая, я бы сказал, во многом и уникальная роль Татарстан традиционно выступает инициатором и проводником многих проектов, предложений Направлено как на развитие межгосударственного сотрудничества И в экономической, и торговой, и инициационной, и гуманитарной сферах Конечно же, такая миссия сегодня особенно востребована После 90-х годов выступил фактически маяком федеративной демократии Поняв, что с федерализмом связано перспективы многонациональной, многорегиональной России Команда Шаймиева работала как канатоходцы Часто проходя над пропастью и ведя за собой Татарстан и Татарский народ Но и не теряя связи с Российской Федерацией, с Российским народом Как отмечают в Минэкономике России, наша страна готова продолжать уже начатые проекты и запускать новые Сейчас на российском рынке освобождаются ниши, которые могут занять страны исламского мира Сейчас российская экономика показала свою устойчивость Ситуация на валютном и финансовом рынке стабилизировалась Не произошло резкого сокращения производства и взрывного роста безработицы Инфляция замедлилась На второй неделе мая, в пересчете на год, мы видим, что она, буквально вчера вышли данные, снизилась до уровня 2,8% Вслед за инфляцией снижается ключевая ставка Восстанавливается кредитование В том числе за счет государственных программ поддержки кредитования граждан и бизнеса Среди перспективных направлений сотрудничества называют кооперацию промышленности, сельского хозяйства, IT, атомной и зеленой энергетики Казан-саммит, как отмечают, стал хорошей площадкой для поиска новых партнеров и презентации своих возможностей Программа саммита крайне интересна В Нигерии большое мусульманское население и нас очень интересует развитие индустрии халяль Мы приехали укреплять связи с Россией и в особенности с Татарстаном Казань служит мостом между Россией и исламским миром и вы должны этим гордиться Это приятно, что со всех регионов в Татарстан съезжаются лучшие представители сообществ для того, чтобы принять правильные решения Это очень важно сейчас коммуницировать, со всеми общаться, находить связи, контакты, показывать о своих проектах, рассказывать о своих проектах А нам еще повезло, что мы рассказываем о своих традициях, о своей культуре Как отмечают, Казан саммит позволяет продемонстрировать исламскому миру широкие возможности российских регионов с мусульманским населением Саммит будет идти три дня Запланировано более ста тематических секций Также состоится презентация стартапов из России и исламских стран Дмитрий Аринин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань Тысяча столетия официального принятия ислама в Волжской Булгарии Это события федерального масштаба Напомним, указ о праздновании на государственном уровне был подписан Владимиром Путином в апреле 2021 года Тогда же был создан федеральный оргкомитет, который возглавил вице-премьер Марат Хуснулин По всей стране пройдут более ста мероприятий, большая часть в Татарстане Сегодня участников и организаторов мероприятий, приуроченных к тысячестолетию официального принятия ислама в Волжской Булгарии, приветствовал Владимир Путин Он назвал эту дату значимым событием для мусульманской уммы России и мира Принятие Волжской Булгарии и ислама стало одной из знаменательных вех в истории нашей Родины Оказало значительное влияние на ее становление как многоконфессионального государства Сыграло важную роль в формировании сплоченного многонационального народа России На протяжении столетий российские мусульмане вносили и вносят значительный вклад в развитие страны Российские мусульмане активно участвуют в расширении международных связей Это наглядно подтверждают нынешние мероприятия и прежде всего международный экономический саммит Россия-Исламский мир, Казан-саммит и заседание группы стратегического видения Россия-Исламский мир Придаем большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами Как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодействия с организацией исламского сотрудничества Говорится в поздравительной телеграмме Мероприятия сегодня начались с ежегодной выставки Раша-Халяль-Экспо Это не только еда, халяль это образ жизни Об этом говорили представители 65 стран и 55 регионов России Открыл выставку Рустам Мениханов В этом году ее масштабы впечатляют Она стала в два раза больше и проводится уже в пятый раз Насколько востребован халяльный сегмент экономики Каковы перспективы индустрии для России, выяснял Рамиль Шайдулин 10 тысяч квадратных метров Здесь представлены достижения мировой халяль-индустрии Рекордные объемы продукции, дозволенные шариатом Казань-Экспо вместил в рамках празднования Тысячестолетия официального принятия ислама в Волжской Булгарии Приглашаю вас разделить с нами радость этих торжеств Призываю активно участвовать в мероприятиях саммита И желаю вам насыщенной и успешной работы В Казани сегодня представители 65 стран мира и 55 регионов России События, которые по масштабам вообще превосходят все предыдущие Масштаб выставки, который здесь организован Количество гостей, которое приехало Количество предпринимателей, которые собрал форум со всей России Но и не только из России Традиционно на Russian Halal Expo весь свет исламского мира Саудовская Аравия, Турция, Индонезия и другие гиганты халяль-индустрии Как на ладони показывают, за что ценят такую продукцию Уже сейчас есть реальные контакты между нашими предпринимателями И предпринимателями Татарстана Идет реальное взаимодействие Компания из Самары представляет азотные генераторы И это тоже халяль, потому что помогает сохранять халяль-продукты И распространять их по миру Ваша техника помогает развивать индустрию халяль Да, согласен, так и есть прям напрямую Все это халяль, но было бы ошибкой говорить, что под это определение попадают только определенные продукты Или предметы С каждым годом выставка раскрывает все новые грани и халяль-образа жизни Жить качественно Вот что сегодня в тренде Давайте еще немножко вернемся на шаг назад К нашему центральному банку Жить так, чтобы душа была чиста А мысли позитивными Участники выставки считают, именно халяль помогает в этом деле Даже когда речь заходит о финансах На помощь приходит исламский банкинг Эти инструменты всему миру сегодня представил именно Татарстан Хотя не только этим республика известна в исламском мире Оборот мировой халяль-индустрии превысил 6 триллионов долларов Часть занимает Татарстан и Россия с продуктами питания Мы хорошо знаем о татарстанском меде Мы его активно покупаем как разрешенный Татарстан очень инициативный регион Отрадно, что вы смогли собрать на одной площадке представителей разных религий Здесь же Татарстану торжественно передали ключи к проведению мирового дня Халяль World Halal Day В мире он проводится с 2014 года Впервые в эти дни он пройдет в России Рамиль Шайдуль, Рамзин Гарипов, ТНВ, Казань Уже 20 лет на рынке этой индустрии Международный центр стандартизации и сертификации халяль При Духовном управлении мусульман России Они были первыми, кто начал подтверждать стандарты халяль Чтобы у мусульман и других потребителей продукт был здоровый, халяльный и сладкий сон Халяль могут быть даже матрасы и подушки Главное, чтобы в них не было запрещенных по шариату материалов Ни в обивке, ни в наполнителе, ни даже в красителе Все это проверяют и сертифицируют в международном центре халяль Традиционно их стенд на выставке Russia Halal Expo Для нас форум очень важен тем, что это подведение итогов еще одного прошедшего года Отрадно видеть, что многие предприятия в строю работают Представлены продукцией различных производителей Как продукты питания, так же и услуги На стенде продукция предприятий из Москвы, Подмосковья и других регионов России Здесь и продукты питания, и товары повседневного использования Мы надеемся, что наши общие усилия позволят в том числе И успешно решать задачи с экспортом высококачественной российской продукции халяль Вся продукция, сертифицированная центром, соответствует стандартам халяль в России И многих странах мусульманского мира Приветственное слово к участникам международного экономического саммита Прислал министр иностранных дел России Сергей Лавров Празднование тысячестолетия официального принятия ислама волжской Булгарии Хороший повод взглянуть на состояние и перспективы отношений России с исламским миром Через призму многовековой истории Глава МИД отметила обоюдную заинтересованность России и мусульманских государств В продвижении равноправных и взаимовыгодных отношений Говорится в приветствии главы МИД Гости для участия в сегодняшних мероприятиях пребывали весь день В числе первых прилетел экс-президент Туркменистана Председатель халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердамухамедов В казанском аэропорту его встречал Рустам Мениханов Позже провел экскурсию по Кремлю Здесь же прошла их двусторонняя встреча Президент поблагодарил гостя за то, что он нашел возможность посетить нашу республику В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Туркменистаном За эти годы сотрудничество только укреплялось Сейчас в этой стране работает целый ряд татарстанских предприятий КАМАЗ, ТАТНЕФСК, ВЗ, Кэрхолдинг и другие Гурбангулы Бердамухамедов подтвердил намерение и дальше расширять сотрудничество В завершении встречи Рустам Мениханов выручил гостю орден за заслуги перед республикой Татарстан Сегодня туркмени-татарстанские отношения Конечно, они характеризуются очень высоким уровнем Как многопланового сотрудничества Причем по самому широкому аспекту направления Представляющий нам всегда взаимный интерес Вы человек, который сделает для своего государства, для своего народа Неотъеменимый вклад, который останется далеко Но я должен сказать, что в рамках и российских, и туркменских отношений Вы открыли вашу страну для нашей страны В том числе и для регионов Особенно ваше особое отношение к республике Татарстан Сегодня Рустам Мениханов также принял участие в пленарной сессии Каспийского клуба Участниками стали представители Индии, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана Это страны Каспийского региона Клуб создан под председательством Рамазана Абдулатипова и Александра Жилкина И является площадкой обсуждения проектов Международного транспортного коридора Север-Юг По словам президента Рустама Мениханова В России реализуются большие проекты по строительству дорожной сети Один из них участок скоростной магистрали Европа-Западный Китай Как отмечают участники встречи Сейчас в условиях санкций им нужен еще один логистический узел Им может стать международный транспортный коридор Север-Юг Это обусловлено необходимостью поиска альтернативных путей для доставки грузов И укрепления внешнеторгового взаимодействия со странами Каспийского бассейна и Персидского залива Рустам Мениханов отметил итоги обсуждения Они доведут до вице-премьеры России Марата Хуснулина Председателем комитета Марата Хуснулин Мы, конечно, попытаемся донести итоги нашей сегодняшнего обсуждения До человек, который отвечает за транспортную инфраструктуру За строительство в нашей стране Я думаю, что сторонников в этом проекте становится больше и больше По всем параметрам на 7200 километров Этот маршрут показывает свои преимущества Потому что на 10-15 дней быстрее проходят грузы, чем через Суэцкий канал И дешевле На 30-40 процентов проходят грузы через Россию, Иран, далее Индию Сегодня на Казан-Экспо прошел форум молодых предпринимателей стран организации исламского сотрудничества В этом году на встречу заявили 150 проектов из 35 стран В программе лекции, групповые сессии с наставниками Напомним, форум молодых предпринимателей проводится с 2014 года Это место встречи стартапов, инвесторов и экспертов из России и стран ОИС Торжественную церемонию открыл президент молодежного форума организации исламского сотрудничества Таха Айхан Большое спасибо нашим участникам этого форума, который дает такие большие возможности для развития бизнеса Для создания экосистемы, партнерства между участниками Мы верим, что предпринимательство важный инструмент для решения проблем На полях форума работают послы стран, членов организации исламского сотрудничества Сегодня с ними пообщался Рустам Мениханов Он отметил, в этом году Казань получила статус молодежной столицы ОИС Также подчеркнул, Татарстан находится в авангарде взаимодействия с мусульманскими компаниями Реализуются совместные проекты Вместе с тем, среди лидеров по торговле из стран Дальнего подроберта Я хотел бы выделить Турцию, Индонезию, Иран, Египет, Саудовская Аравия, Малайзию Этот саммит имеет конструктивную направленность Рассчитывает на то, что его решения помогут укреплению связи между нашими странами Помогут становлению новых отношений, отличных от конфронтации санкций и мировых делах Для участия в мероприятиях по случаю празднования тысячестолетия официального принятия ислама Волжской Булгарии в Казань приехали 1100 имамов из регионов России и зарубежья Впервые представлено мусульманское духовенство Донбасса Предстающие два дня татарские религиозные деятели будут обсуждать духовное развитие Связь национальной самобытности и религии примут участие в исторических событиях Вероника Ганадзинова подробнее Традиционно форум татарских религиозных деятелей начинают с молитвы В этом году для представителей духовенства этот съезд особенный В 922 году наш народ начал жить по канонам ислама И от этого решения никогда не отказывался Именно через ислам татары приобрели свои лучшие качества Они сегодня нашим соотечественникам по всему миру дают силу жить в единстве Форум в этом году проходит в дни празднования Тысяча столетия официального принятия ислама Волжской Булгарии И количество делегатов символично 1100 человек Это религиозные деятели из 72 регионов России Семи стран Приехала и делегация из Донецкой и Луганской народных республик Наша религия, она очень серьезная и очень уже такая, скажем так, с крепкой историей И для меня она еще значима тем, что я горжусь Потому что древние предки, скажем так, болгары Уже 1100 лет как добровольно приняли ислам Именно добровольно Это очень много значит, что ислам – религия мира и добра Казань для меня это явление настоящее Потому что только здесь я могу увидеть тот самый татарский менталитет, который духовно освящен Мы часто проводим у себя мероприятия татарские Вот сейчас 28 мая будет Яратам Сина Татарстан Вот все, что я здесь увидел, все, что мои друзья увидели, мы обо всем этом будем рассказывать Сегодня религиозные деятели посетили Казан-саммит, осмотрели выставку «Халяль индустрии» И вот этот формат, когда имамы с отдаленных населенных пунктов попадают на такой форум, исламский форум Имеет возможность увидеть, как меняется мир И это уже попытаться применить практически в тех населенных пунктах, которые находятся в бескрайних просторах нашей Родины Для этой цели этот форум просто необходим Завтра религиозные деятели примут участие в историческом событии В закладке камня строительства соборной мечети Казани А позже состоится пленарное заседание, где обсудят национальную самобытность и религию Вероника Гайнудинова, Вадим Иллиренов, ДНВ, Казань В Нижнекамске открылся форум производственных наставников Сюда съехались 85 сотрудников компании «Сибур» из 20 городов России Два дня участники будут перенимать опыт, делиться знаниями, практическими разработками В области подготовки квалифицированных кадров для нефтехимической отрасли Форум производственных наставников «Сибура» в Нижнекамске проходит впервые Сюда приехали специалисты из 15 предприятий компании А также были приглашенные эксперты из компании «КамАЗ», «Газпромнефть», «Росатом» Главный актив любой компании – это люди И, безусловно, люди растут быстрее, когда у них есть очень качественный наставник Мы, как компания, уделяем огромное внимание этому вопросу «Нижнекамске нефтехим» на карте Российской Федерации Одно из крупнейших предприятий со своими богатыми традициями и опытом Сегодня на форуме рассказал свою историю, когда в моей жизни были два наставника Игорь Владимирович Гладков, Татьяна Саламакина Это те люди, которые передавали свой опыт, жизненный опыт, производственный опыт Поприветствовал участников форума генеральный директор ООО «Сибур» Михаил Корисалов Очевидно, что вы сумеете людей и воспитать, и вовлечь, и обучить И сделать нашу компанию сильнее, устойчивее, эффективнее Участники форума были настроены на плодотворную работу по обмену опытом Для нас это обмен лучшими практиками, обмен организацией работы Понимание, что делают наставники, для чего этот нужен наставник На предприятиях «Сибура» работают порядка 2400 наставников На форум собрались 85 лучших Мы в последний год осознали, что этот инструмент используем недостаточно эффективно Недостаточно системно, и решили это дело пересмотреть Поэтому как раз таки на это направлено и создание пересмотра стандарта Сегодня, когда мы являемся такой крупнейшей нефтехимической компанией в стране Для нас очень важна передача опыта, передача знаний, передача компетенций За два дня форума лучшие наставники со всей России будут учить коллег и сами повышать квалификацию Самое главное найти общий язык с человеком Ему правильно все объяснить, потому что склад ума у всех разный В Казани установили новый мировой рекорд в буксировке сразу трех вертолетов Сегодня русский «Халк» Сергей Агаджанян на площадке КВЗ отбуксировал тяжелую технику И тем самым попал в книгу рекордов Гиннесса Каково это сдвинуть 16 тонн груза одному человеку, увидел Олег Мыльников Это летно-испытательная площадка вертолетного завода Сегодня здесь как никогда многолюдно Есть повод, за новым мировым рекордом в Казань приехал знаменитый Сергей Агаджанян Его еще называют русским «Халком» Сергей одновременно отбуксировал три вертолета В одной связке Ми-8 и два «Ансата» Трюк не только зрелищный, но и невероятно сложный Русский «Халк» не только тянет на себе 16 тонн, но и надувает на ходу до разрыва медицинские грелки Этот трюк – отдельный вид силового экстрима А вот объединить эти два направления до Сергея никто не решался Мы хотели показать, что мы не просто можем буксировать, а одновременно Как настоящие крепкие россияне, телом и духом В процессе невероятно сложного номера еще и рвать грелки Сергей уже передвигал автомобили, катера и поезда И к этому рекорду он готовился почти два года Сегодня погода внесла свои коррективы Первая попытка не удалась из-за скользкого асфальта Второй раз спортсмену не удалось разорвать грелку И только с третьей попытки рекордсмену удалось полностью выполнить трюк Рекорд «Русский Халк» посвятил 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Было все очень сложно, все непросто, все по-настоящему И как раз говорю, кровяное пятно на левом плече об этом говорит, что это все сложно И обычному человеку не под силу Более того, скажу, наши рекордные номера являются и опасными для выполнения людям неподготовленным Чтобы установить мировой рекорд, необходимо отбуксировать технику на любую дистанцию И мировое достижение в Казани было зафиксировано Был установлен мировой рекорд буксировки трех вертолетов Два из которых это вертолеты «Ансад» и один вертолет Ми-8 Общим весом 15 тонн 600 килограмм Значит, на расстоянии 4 метра 30 сантиметров они были отбуксированы за 24,63 секунды Ко Дню России Сергей готовится представить уникальную программу Скрутить более 30 сковородок руками Олег Мыльников, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань На этом все Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале Также наши выпуски доступны на Рутюб А в завершении программы покажем световое шоу, которое прямо сейчас украшает стены Казанского Кремля Оно посвящено тысячестолетию принятия ислама Увидеть эту красоту в эти три дня можно с 8 вечера до часу ночи Субтитры создавал DimaTorzok Не просто снять видео в мае из сада То с комарами сплошная засада То с непривычки прихватит плечо То солнце противно макушку печет В аптеках Фармлент собери удачную аптечку и получи кэшбэк до 25% на сезонные товары Сегодня время трансформации экономики Какую роль играет индустрия халяль? Узнайте на международном экономическом саммите Россия. Исламский мир. Казань. Саммит Каждый день саммита это тысячи новых халяльных продуктов и товаров Сотни контактов, открывающих бизнесу новые возможности и создающих рабочие места Десятки международных сделок для всеобщего блага наших стран До встречи на Казань-саммите с 19 по 21 мая Здравствуйте, товарищи. От имени партии КПРФ Я хочу поздравить всех вас славным юбилеем Столетним юбилеем пионерской организации имени Ульянова Ленина Миллионы советских людей, дети воспитывались в этой общественной организации Духи коллективизма, патриотизма, радства, интернационализма Возрождение пионерской организации Сегодняшний день это славный знак Это заслуга всех патриотов во главе КПРФ Я думаю, красный галстюк будет рейд в каждой школе Я желаю вам здоровья, успехов, благополучия Спасибо Здравствуйте Циклон обрушил на Татарстан почти месячную норму осадков А теперь еще и прохлада вернулась О погоде на 20 мая после полезной информации Кухня или шкаф-купе по индивидуальным размерам Данил Мастер учтет все ваши пожелания Только до конца мая бесплатный выезд на замер Записывайтесь по телефону 2-167-166 По данным сервиса Яндекс.Погода В пятницу в Бугульме, Бавлах, Ознакаево Температура сохранится пониженной Местами дожди и переменная облачность Пройдут дожди в Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге На почве ночью местами заморозки Днем температура повысится не выше 10 градусов Скандинавский циклон по-прежнему властвует во грызи Менделеевский от Таныши Прохладно и дождливо Зонтики и теплая одежда нам еще понадобятся и в ближайшие дни Переменные облачность в Арске, в Кукмаре, в Балтасе Ночью возможны заморозки на почве А днем всего 8 градусов выше нуля и небольшой дождь В Болгаре, Држаном Буинске, температура не спешит повышаться Одевайтесь теплее, не мерзните Холодный воздух с дождями, ветром и пасмурной погодой В Альметьевске, Чистополе, Мамадыши В ночное время на почве заморозки В субботу температура по Татарстану станет еще ниже Местами также пройдут осадки АО БТИ РТ проводит мега розыгрыш подарков В честь своего 95-летия Участниками розыгрыша становятся все клиенты, заказавшие услуги БТИ С 1 апреля по 19 мая 2022 года Сроки проведения розыгрыша С 1 апреля по 19 мая 2022 года С 1 апреля по 19 мая 2023 года У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в доктор Ост. Даже при тяжёлых формах артроза сустав ещё можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в доктор Ост. Были бы оба сустава целы. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечения самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. О погоде в столице. В Казани ожидается переменная облачность временами с дождём. Ночью плюс 5, на почве возможны заморозки, а днём плюс 10. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. Влажность воздуха 72%. Магнитное поле земли неустойчивое. Погодные условия неблагоприятны для самочувствия метеозависимых людей. А также чреваты простудными заболеваниями. Берегите себя и своё здоровье.